Мы жили под Москвой, а это совершенно другая атмосфера, другая аура жизни. Это кругом лес, у нас был не наш, правда, дом, это еще от Морозовых остались, от управляющей Морозовской мануфактуры, когда-то жил до революции в этом доме. И мой папа, отец, который был главным инженером на одной из фабрик Морозовской, он еще до революции приехал туда, он жил вот в этой самой квартире. И у меня самые яркие такие впечатления от детства остались до сих пор. Я почти каждый год ездил туда, на велосипеде даже из Москвы, это 60 километров, это Ногинск, бывший Богородск, известный город довольно. Вот, я туда ездил, вот только последние годы не ездил. Я очень люблю эти места, потому что там много зелени, какая-то вот первозданная природа. Отец инженер, химик, работавший всю свою жизнь на мануфактурах, сначала Морозов до революции, а потом уже при советской власти. Он работал под Москвой, в Москве, на фабрике Красная Роза, это около парка культуры. Вот, в наркомате работал, в Ленинграде работал и так далее. А мама моя из простой семьи, но очень добрая и очень по-своему умная женщина. Красивая очень была. У них была большая разница в годах, 20 лет эта разница была. Я почему говорю, что это светлые годы моей жизни, потому что меня как-то все очень любили, и я всех любил. И вот это вот воспоминания, они сохранились. Потом мы уехали оттуда. Папа, отец уехал в Ленинград, ему дали там должность тоже главного инженера на Желябовской мануфактуре. Кстати говоря, на этой фабрике работал когда-то Косыгин. Не когда-то, а вот тогда, когда отец был, тогда они знакомы были. И мы уехали туда, в Ленинград. В Ленинград я прожил всего полгода, что ли. Потом переехали в Москву. И в Москве уже с 1939 года, когда переехали, я уже живу постоянно в Москве. Но я себя ощущаю москвичом, поскольку вся моя родня и вся моя интеллектуальная, так сказать, жизнь, она связана с Москвой. Я очень люблю Москву, люблю старую Москву. К сожалению, она ломается, эта старая Москва. Как дальнейшая складывалась моя судьба, я окончил школу перед войной, в 1941 год. Это было семь классов. Тогда все почему-то с ума сходили по авиации, я тоже сходил. И еще не началась война, я подал документы в авиационный техникам, самолет строительный. То есть не поступил туда, но у меня зачислили. А в это время началась война. Все документы пропали. Осталась какая-то одна справка. Ну, а поскольку уже в Москве не было никаких почти учебных заведений, то вот пришлось несколько месяцев вот так вот жить такой вот неопределенной жизнью. В 1941 году, когда началась война, война меня заставила тоже под Москвой. Дело в том, что за месяц до войны моя мама решила, что мне нужно отдохнуть в деревне. И отправила меня под Смоленск, в деревню, около города Градска. И в Градске меня как раз и застала война. Вот я увидел первые немецкие самолеты, которые летели на Москву. К счастью, они на деревню не кидали бомбу, потому что это бессмысленно совершенно было. Ну, а ситуация складывалась как-то сначала очень оптимистично. Мы почему-то считали, я мальчишкой тогда был еще, почему-то мы считали, что вот война вот-вот кончится, и мы одержим победу. Но когда мы увидели толпы раненых, которые шли уже с запада, из-под Смоленска, тут уже все поняли, что дело плохо. И надо было бежать из этой деревни, срочно в Москву. И я с большими трудностями как-то уцепился за какой-то эшелон. И поздно-поздно вечером приехал в Москву на Киевский вокзал, когда Москва уже была совершенно темная, потому что началась война, бомбежка, и все освещение пропало в Москве. Но, к счастью, ходили трамваи. Я на 32-м трамвае от Киевского вокзала доехал до дома. Мама моя поставила крест уже на мне, потому что уже там немецкие войска были. Но это еще не все приключения были. Вот когда я приехал, там один-два месяца я был в вечерней школе, учился в восьмом классе, и нас послали работать на фронт, трудовой уже фронт, под Можайск. То есть не под Можайск, а под Малоярославец. Как ни странно, надо было копать картошку в немецком колхозе. Это был немецкий колхоз Малом Ярославце. Немцев эвакуировали, или как там, я не знаю, назвать их, куда-то такое, в Сибирь, вот, а мы копали картошку. И вот тут я второй раз чуть не попал в плен, но, к счастью, тоже удрал, и тоже на каком-то эшелоне приехал в Москву. А дальше сложилась у меня судьба таким образом. Я поступил в авиационную технику, все-таки, приборостроительное, не самолетостроительное, а приборостроительное. Вот, и отучился там четыре года. Это был один из очень небольшого количества учебных заведений, которые были в это время в Москве. К счастью, я его кончил, получил диплом, а потом открыл совершенно новую страницу моей жизни. Я уже не пошел по дороге самолетостроения, и вообще по технике, а поступил в этот военный институт иностранных языков с китайским языком. Это была уже новая история, новая страница. На китайское отделение сначала меня соблазняли на Ближний Восток, на персидское отделение, потом на японское отделение, но вот так получилось, что я выбрал китайское отделение. И тогда же я познакомился с Ильем Михайлович Ашаном, который стал моим первым учителем. Я ему очень благодарен. Я приучился пять лет там. Пять лет в военном институте, который дал мне очень много моей специальности, потому что это был один из лучших в то время институтов. Это было послевоенные годы, когда там была и профессура, профессура, которая занималась западными языками, французским, немецким, английским языком. Там были и такие языки, как греческий, албанский, например, языки. Это было связано с политикой, конечно. И восточные языки, японский, китайский и так далее. Наша группа, вообще наш курс был очень большой. Это восточный факультет. Там было что-то такое более 120-150 человек. Из них китаистов было около сотни. Вот, представляете, на первом курсе. Правда, кончил гораздо меньше. Ушли многие просто от трудностей китайского языка. Я закончил его в 45-м году. Получил диплом красный. У меня принимал государственные экзамены. Известный китаевед с бородой, который получил китайское образование в Старом Китае. Еще моего звали Лао Сюцай, Старый Сюцай. Всел Сергеевич Колоколов. Вот он мне поставил пятерку тогда, расчувствовавшись. И я стал уже, считал себя китаеведом. Правда, перед этим я уже занимался переводческой деятельностью. Меня отправили где-то такое летом работать с китайцами. С китайцем, вернее, крупным военным военачальником. Это был, по-моему, 1948 год. Я с ним жил в Архангельском. Это был военный санаторий в Архангельске. Я с ним жил. Это было очень приятно, потому что было приятно первый раз общаться с китайцами, во-первых. Во-вторых, приятно было пожить в хорошем санатории со всеми удобствами. Хотя это были довольно трудные годы в то время. И вот я с ним жил примерно месяц-два. Это было перед окончанием института, так что у меня была уже практика. А после этого у меня сложилась довольно сложная жизнь. Я не остался в Москве, мне пришлось уехать в Сибирь. Я там преподавал китайский язык два года. А потом отправился на Дальний Восток. На Дальний Восток в Хабаровск. Я вам рассказывал об этом. В Хабаровске я пробыл год. Но меня уже к этому времени не устраивала военная служба. Я понял, что моя жизнь должна быть связана, в общем-то, с наукой, с преподаванием китайского языка. Я демберизовался, с трудностями демберизовался, хотя в это время был как раз процесс демберизации. И поступил в респирантуру филологического факультета МГУ. Тогда только что, в общем, открылась кафедра китайского, даже не китайского еще языка, а восточное отделение. Если вы помните нашу Манежную площадь и старый университет, то это было на третьем этаже в левом флигеле. Там был филфак и там было вот это восточное отделение. Там я начал тоже преподавать нашим первым студентам. И одновременно преподавал в дипломатической академии, которая раньше называлась высшей дипломатической школы. Вот с этого момента у меня начинается уже судьба, такая серьезная судьба преподавателя. Хотя я в армии тоже преподавал китайский язык. И до сих пор. В МГУ я практически 60 лет уже работаю. Правда, с перерывами. Я постоянно уезжал или в Китай, или в Сингапуре был, или в Японии был. В научной командировке, на стажировке, на практике и так далее. Но с тех пор я, в общем-то, связан с Московским университетом. И это альма-матер. Первый альма-матер. А второй альма-матер – это Пекинский университет, где я закончил тоже первый филолог. Я закончил аспирантуру Пекинского университета, получив там тоже диплом. Я, по-моему, был первым аспирантом. По-моему, и последним аспирантом. Там уже не было больше филологов-аспирантов. Это альма-матер. Там у меня был еще один наставник. Это профессор Удзусян, крупный специалист по средневековой литературе и писатель, к тому же. Я кое-что переводил его и писал предисловие к книжке, которая была издана в 60-х годах Удзусяна. Там я был почти два года в Пекине. Вот это было первое такое знакомство, серьезное знакомство с Китаем. Все, что можно, я почерпнул. Я ходил по Пекину специальным пешком, по хутунам, по улицам. Я знакомился с Лаубайсиновыми. У нас были беседы интересные с рыбаками, с крестьянами. Все это у меня сохранилось как-то. В памяти кое-что я записывал. Хотя я не обо всем успел написать. Может быть, еще успею что-то такое написать. Поэтому, когда я сейчас приезжаю в Пекин, для меня Пекин – это такой же родной город, как Москва. Я его так же хорошо знаю, старый Пекин. И, к сожалению, когда я последний раз был уже в 2000-х годах, в 2005-2006 году, Пекин, к сожалению, тоже меняется. Он теряет свой исторический шарм и пропадает вот то очарование, которое было у этого города раньше. Ну, к счастью, в Китае сохранились еще много других старых городов, где я тоже бывал. В общем-то, я объездил почти весь Китай. Единственное, где я не был, я не был в Тибете. Ну, в предгорьях Тибета я был, в Юннане. В предгорьях, потому что я там поднимался даже на лошади, на какую-то гору. И дальше начинался уже настоящий Тибет. Но дальше уже не полез туда. Вот. Хотя была возможность. Но врачи мне отговорили, потому что говорят, что лучше это может на сердце подействовать. У меня уже тогда началось перебои сердцем, поэтому вот не пришлось Тибете. А так, в общем, я почти везде был. И полазил по горам. Совершенно замечательные были путешествия, например, в Тайшань. Великолепные совершенно. У Тайшань. У Тайшань – это в Центральном Китае. Я очень любил горы, потому что я каждый год, например, здесь, уже в Союзе, в России, я каждый год летом уезжал в горы Кавказские, лазил там. Не только один, когда повзрослел мой сын, я уже с сыном тоже там ходил. Через перевалы, и мы переваливали через горы, там из Осетии, из Ингушетии, туда, в Грузию, через Абхазию и так далее. Так что Китай для меня – это уже та страна, которую я, надеюсь, хорошо знаю, о которой я пишу. Я очень люблю китайскую литературу, которой я занимался многие годы, десятилетия, средневековой литературой. А последние годы почему-то меня увлекает современная литература. Наверное, потому что трудно очень отделить старое Китай от нового Китая. Вот даже у таких модернистских писателей, как Моянь, Ванани, Юйхуа и так далее, можно увидеть вот эту примесь таких традиций старых. Это особенно интересно для меня, который занимался этими традициями. Так что вот так сложилась моя жизнь. Я люблю преподавание. Преподавание я люблю потому, что это очень живая специальность, она дает ощущение жизни. Вот чувствуешь, что какую-то внутреннюю энергетику, которая рождается в тебе, когда ты входишь в аудиторию. И она очень много дает мне, потому что нельзя прийти в аудиторию неподготовленную. Поэтому приходится все время быть на высоте и что-то новое читать или писать о чем-то новом. Видимо, поэтому, например, я вот сейчас больше занимаюсь современной литературой. Вот для магистров, например, спецкурс у нас был несколько лет уже. Это тайваньская литература, совершенно белое пятно. Никто этим не занимался. Вот мы с магистрами, я им рассказывал о том, о чем я знал из тайваньской литературы последние годы. Мы переводили многое. Мне присылают книжки с Тайваня. Я был на Тайване дважды на Тайване. Это интересный Китай, своеобразный Китай. Это Китай и не Китай. Это Китай, потому что там говорят на китайском языке, но это другой Китай, потому что чувствуются традиции, которые я еще впитывал в 50-м, когда старые традиции, они там гораздо более сильные, чем в континентальном Китае, который много, конечно, много пережил во время большого скачка культурной революции, и много исчезло из жизни, к сожалению. Об этом пишут сами китайцы. И вот в последних романах, например, Нобелевского революста, о чем мы говорили, с вами и лягушки, и страна вина, как сейчас называют. Вот как раз об этом и говорится, о потере старых традиций, потере культуры. Вот это не надо забывать, конечно, не надо забывать, и китайцам, и нам тоже не надо забывать, потому что потеря культуры – это один из драматических, если не сказать трагических моментов современной жизни. Он прослеживается во многих странах, и, к сожалению, и в нашей стране тоже самое. Вот если вы хотели услышать о моей жизни, вот она такова. Я доволен своей жизнью, потому что вот до сих пор я преподаю, до сих пор у меня полная абсолютно нагрузка, такая же, как у моих студентов, бывших. А студентов у меня, наверное, уже за несколько сотен. Они разбросаны по всему миру. Уже вдруг появляются там и Швейцария, и из Франции, и из Англии, и из Канады. Приезжают, звонят по телефону. Вот, я уже некоторых забывать стал. Вот, вот все это как-то согревает жизнь, несмотря на какие-то трудности, которые, естественно, в жизни случаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова